Салам алейкум, The Star, с вами я, Альтер, вы находитесь на канале Chigger Out, это реакция на предпоследнюю серию сериала Саке. 19 серия, 20 финальная, я их посмотрю сразу же, сначала 19, потом 20, но 20 вы увидите через неделю, соответственно, дабы не жаловались на меня создатели сериала. Вот, ну ты страшный человек, Азамат Ярланович, интересная, мне кажется, интересная будет развязка, потому что, мне кажется, даже в этой серии, может быть, узнаем, кто такой Азамат Ярланович, или, может, следующий, но больше всего мне интереснее, будет ли задел на второй сезон, ой, третий сезон. Потому что, по сути, можно, можно продолжать, но фиг знает, как пойдут дела вообще тут. С Салдиком, с Салдиком переписываемся в Инсте. Ужасная, ужасная, если честно, ситуация творится с Россией и Украиной. И Россию заваливают санкциями. Я, если честно, вообще даже не хотел ничего говорить, но тут уже YouTube у меня пострадал, никакой монетизации, я вообще ничего не буду получать из-за того, что нас заваливают санкциями. И, по сути-то, на эти санкции вообще по барабану ушли там всякие бренды и так далее, лишь бы вот этой войны не было и с Украиной все было в порядке. Вот, поэтому, все, я больше ничего не буду говорить, ну, как бы, позицию мы вы знаете. Я думаю, все нормально. Ладно, давайте смотреть. В конце, как всегда, пообсуждаем. Свет. Музыка. Барабанная бро. Новый сериал, кстати, хотел сказать, типа, по-любому сейчас будет трейлер. Че это? Старший прокурор отдела прокуратуры Ултавского района. Ты что любала? Теперь у нас будет свой дом. Теперь ты понял, кто я такой? Старший прокурор Ултавского района. Понимаете, вы и правильный. И что, Ирка Насратович? Прокуратура! О, ассалам алейкум! Давай тендеры вместе будивать. Дом купишь, там, машину, себе, жене. Есть одно дело, где ты и я можем нормально позаработать. Ну, похоже, как будто было на спин-офф. Я почему? Потому что Ултавский район тоже. Это всякие тендеры, мендеры. И еще что-то. Все доработаем, как вы сказали. Слушай, вам надо действительно поменяться, а? Его ж могут закрыть. Другого щенка воспитаем. Вернем деньги. Нет, так не пойдем. Да, ты все-таки узаконишь этот дом и будешь молиться Богу, чтобы ничего не случилось. Но было бы круто, если бы была одна вселенная. Лучше бы вам быть геем. Давай, 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 еще, еще, ты что-то тут, о-о-о-о, молодец. Э, ты капец алкашка, оказывается, а? Вот, закуси, молодец. Теперь давай, рассказывай. Короче, я показала фотки своим подружкам. Одна из них его узнала и сказала, что он, этот, друг ее брата, и что они вместе в этом работают. В антикоре. Не, ладно, это понятно. Мне другой удивляет. То, что он с тобой, ладно, ходил, ясно. Доверие вошел, чтобы про меня все узнать. Как ты его спалила, что он с антикором? Ну, Савиат Саматович, я тоже умею следить. Ты за собой не следишь. Как ты можешь за ним следить? Ну, все, тогда что, подвела ты меня, посадит меня. Теперь, получается, я сидеть буду. Мои родители без сына останутся. Савиат Саматович, давайте я там, не знаю, поговорю с ним, а... Чё ты скажешь? Пожалуйста, не сажайте его, я и меня не посадил. Ну, не тупито. Кто ты после этого? Я тупица, мал, страшненькая. Это понятно. Ты подставляла. Савиат Саматович, я не знаю. Ладно. Конечно, Ермек Косымович, сука. Хотел меня подставить, да? Посадить он мне хочет. Охрен ему. Короче, сделаем так. Ты все это забудь временно. Ничего не делай. Сейчас езжай домой. Всегда должна быть на связи. Хорошо? Я тебе сам позвоню и скажу, что делать. Теперь такой личный вопрос. Ну, меня все равно посадят уже, господи. Первый раз сажают, что ли? Ее твою мать три года уже сажают. Скажи одно. Как он в постели вообще? Савиат Саматович. Просто интерес вот этот антикорщик как? Ну, нормальный. Только быстренький чуть-чуть. Они быстро сажают и идут быстрее. А ксиво как-то? Савиат Саматович. Ладно, все, шучу, шучу, шучу. Все, поехала. Иди, 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 не переживай. Артка Харма вот как будто замуж вышла. Давай. Зато кайфанула. Давай, иди. Че-то рано задается он. А че уже, блядь, куда еще, блядь, хуже? А, ну, хотел, да. Фу. Да. Актер его прописывает, что он уже, как говорят, данный этажа. Но его нету. Где-то в середине сезона пропал, то есть его задержали. И что, получается, сайт как-то связан с этим домом или нет? Ну, пока непонятно, но он мне кажется, все-таки связан. Он же не зря потеет, впрягается. Что, я в курсе? Еще нет. Ну, пока ничего не говори. Я сам сообщу, как все разузнаю. Ну, пока ты разузнаешь, с Аятом можно антикор повязать. Для себя. Ну, повяжут так повяжут. Мне-то че? Значит, доигрался. Че теперь, каждый раз впрягаться, что ли, за него? Уйди. Как раз вор на высотизму. В смысле? Ну, если с Аятом посадят, ты тогда можешь на его месте смело сесть, даже уверенно. Ой, давай не будем, а. Если бы я хотел стать Акимом, я давно бы им стал. И для этого мне не надо, чтобы кого-то сажали. Ой, да ладно, Азам. Почему ты там нужна? Ты же не зря все это время правильным человеком был. Правильным. Явно какой-то интерес преследовал же. Ну да. У меня был и есть свой интерес. Я просто, знаешь, хочу работать, как положено, по уставу, а не как некоторые, для руководства. Просто не мое это, кот-тигру. Ты же это прекрасно знаешь. Ну да, дурсайда, сын. Если опыта и авторитет не хватает, чтобы стать Акимом, надо все на сях, да. Все на это ханды. Вот такие вот дешевые от маски надо пихать и ты вверх руку. Пасмур, а торможете, да? Лучше скажи, что там по приезду президента? Ты нравился в Сават Молдман? Ну, пока говорят, это на рассмотрении. Ну, по крайней мере, все пойду. А что? Ну, тот, который объект президент должен посетить. Ага. Не то, что не закончили. Да там корпус не достроили. Близмот? Ну, да. Ну, скорее всего, Акима Тузерн Холдарнал прокуратура Лахтержюрендзер. Ну, как всегда. Я, кстати, Азамат, не удивлюсь, если твой Сават и там будет замешан. Всякое может быть. Но ты пока шефу не говори. Я на своем уровне решу. Как-нибудь заеду, сообщу ему. Ой, да ладно, Азамат. Завязывай, ты че? Вот, рогает, пау, она, 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 сам решу. Ты пока звук начал делать, да? Ну, ты страшный человек, Азамат Ерланович. Тянем хорху грек. Работал бы ты. Картабь интрига издвигаешься. Я же работаю? Ага, ты работаешь. Кой шпиарник, пойдем похавать. Давай. Куда шли? Могли бы сразу идти хавать. Так и будешь молчать или не уйти? Ну, просто немного сложно подбирать слова. Ну, тогда как подберешь, так и позовешь. Да подожди. Пойми, Азамат, это мой ребенок. Это наш ребенок. Я его бросать не буду. Все сказал? А знаешь, что я думала? Зачем моему ребенку такой отец, как ты? Чтобы он говорил, мой папа обманщик? В смысле обманщик? Когда я обманул? Брал, что ты меня любишь. Брал, что ты журналистом работаешь. Брал, что тебе какие-то статьи писать надо. Кто-то информацию от меня брал. Да я реально журналистом работаю. Не веришь, поехали ко мне на работу. Да куда ты? В антикор? В смысле антикор? Семербеков Баур. 91-го года рождения. Родился в Таразе. Закончил юриспруденцию. Пошел работать в полицию. Потом в свой сраный антикор. Не женат. Имеет двух братьев и одну сестренку. И ты знаешь, мне очень повезло, что я встретила сестренку твоего друга. Ну ты попал вообще. Да? Я работал в антикоре. Твой саят был в разработке. Ну как видишь, я провалил. Пойми, Лязат, я ребенка и тебя не оставлю. Может, хватит уже врать, а? Хватит. Ты мне воспользовался хорошо. Все, доволен? Да дело не в работе. Дело во мне. Ты нужна мне? Как там говорят? Дай мне один шанс. Хер поймешь, кому верить вообще. Ну это понятно, врет. Вот он. Да, Зин. Он же, по-моему, еще пока не попрощался. Ладно. Есть один вариант. Вот, Саят Саматович, знакомьтесь. Мой парень или Хан. Это... Или Баур. Схема... Я пока сама не разобралась. Очень приятно. Саят Саматович. Баур, Алихан. Лязат, слушай, может, выйдешь на пару минут, мы переговорим? Хорошо. Хорошо. Спасибо. Ну, Алихан Баур, что тебе предложить? Чай, кофе? Хотя, Син, для Зак, ну, он, наверное, все уже попил. Поэтому можешь рассказывать, что у тебя есть на меня, какие компроматы. Слушай, Саят, давай без этих дешевых приколов, хорошо? Слушай меня и не перебивай. Я все про тебя знаю. Каждое твое движение, каждый твой тендер, что ты там на стороне делаешь. Я все через газет узнал и пробил. Саят, ты в жопе. Я в любую секунду могу на тебя наручники надеть, но мне это не надо. Ты у нас на втором плане. Мне сейчас надо с твоего агашку хлопнуть. Эх, ты ж, яка. Подожди, какой Ильяс? Не делай вид, как будто ты его не знаешь. Ильяс, твоя агашка, которая крышует тебя, которая духу тебе дает. Вы же с ним много дел намучили, да? Дом собираетесь узаконить. Мы еще его не узаконим. Да мне посрать на этот дом. И так доказательств много. Так что, Саят, я тебе предлагаю. Сейчас встать и пойти к моему шефу и слить всю информацию на этого Ильяса. Да-да-да. Сдай этого Ильяса. Я же вас знаю. Как дело коснется вас за яйца, если их возьмешь, вы своих близких сразу даете. Саят Саматович, время против тебя идет. Так что долго не думай. Братан, ты же хороший человек. Я же знаю. Ты о народе думаешь. Как раз, Ильяса постоянно о тебе говорит. Так что, понимаешь, это просто система тебя портит. Ты хороший человек. Долго не думай и прямо сейчас иди к шефу. Слушай, чё ты предлагаешь? Я ему предложил прийти к вам, полностью слить информацию на этого Ильяса. Короче, шеф, я надавил на него. А он думает, что я ему от души помогаю. Хитрый ты у меня, значит, да? Но я же по вашей схеме отрабатываю. Как говорится, пошел в доверие. Я думал, он поругает. От меня на работе, например, никто не беременел очень. Шеф, там все уже решено. Не переживайте. Точно решил? По-человечески? Без интриг? Я надеюсь, проблем не будет? Мне похрен, будут у тебя проблемы или нет. Я свою беременную девушку бросать не собираюсь. Как видишь, я на два фронта работаю. Не, это я понял. А в чем твой интерес? Во-первых, если ты все сделаешь, как я тебе сказал, мы возьмем Ильяса. И есть вероятность, что меня оставят на работе. А во-вторых, тебе скостят срок. Ну, а в-третьих, прямо сейчас поднимайся и езжай к нам. Тебе там запись поставят. Какую запись? Тогда же саят по-любому попадает. Управление все начнет перекидывать стрелки. В конце только саят окажется край. Его же могут закрыть. Ну, не закроет, так закроет. Не он первый, не он последний. Другого щенка воспитаем. Незаменимых не бывает. Ничего себе. Ну, он же нас за собой подтянет. Как это подтянет? Мы что, где-то фигурируем? Максимум, что мы делаем, мы подталкиваем его. Мы же не госслужащие. Так что хорпай. Откуда? Ну, вот думай теперь, саят. Хочешь ты ради этого человека рисковать или нет? Это же гнида. Знаешь, сколько нормальных пацанов, как ты, испортили такие, как он? Просто, если я его солью, вы же потом за меня возьмётесь, правильно? Обязательно. Обязательно возьмёмся за тебя. Но, во-первых, это будет уже сотрудничество со следствием. А во-вторых, я тебе, конечно, не гарантирую, что полностью тебя отмажу, но точно тебе говорю, что очень сильно сможем тебе скостить срок. Ну, там, в принципе, с тем домом у нас время есть, я как бы этот стоп прописал, поеду. Не, ну, так и так оно по-любому так и будет, понимаешь? Потому что хрен кто сможет, когда этот дом узаконить. А Ким сам в курсе. Во-вторых, ты что думаешь, вот на тебя и на Ильяса? У нас что, нет документов по другим делам, что ли? Братишка, давай, Кош, не въёбывайся. Иди на встречу, помоги. Тебе же лучше будет. Подумать надо. Че надо сделать? О, вот это уже грамотный вопрос. Во-первых, сейчас пишешь заявление, расписываешь подробно всю схему, кто в этом участвовал, архитекторы, чаесники, вот это все. Потом вешай на тебя камеру, идешь к Ильясу передавать деньги, сразу не отдавай, пообщайся с ним, чтобы не было такого на записи, типа, а че пришел, какие деньги, ничего не знаю. Нормально с ним пообщайся, побольше повыпытывай. Ну, чтобы это не было, на записи такой случайно деньги занес. Понимаешь, да? Там мы просто по-другому договаривались. Там помощник должен был отнести, там с помощником договаривались. Еще лучше, еще лучше. Пусть будут помощники, пусть будут другие люди. Мы на них камеру повесим, они отнесут, они заявление напишут. Нам самое главное, чтобы доказательств было как можно больше, чтобы он, этот козел, отмазаться не мог. Все, понимаешь? Хорошо. Ну, ты молодец. Давай, пиши, я сейчас схожу, все подготовлю. Лиза и пол, бля. Может, Азамату позвонить, а? Может, он может что-то там как-то... Иржан, Чересаята хочет пару дел замутить. Причем нормальные дела. В районе есть несколько участков, между этажками находятся. А эти же участки в Адбраше находятся. Кадамгар, многоэтажек, государственные дела. Ну, да. Он хочет выцепить эти земли, телевку поменять, что-нибудь построить. Во! Я как раз там поставлю торговый дом, сауну, ну, что-нибудь такое. А это свой чувак получается. А эти же участки, как местные жители, машины свои паркуют. Заберите эти участки, они вонять начнут, или... Пусть воняет. Что, первый раз, что ли? Зато заработаем. А деньги-то не пахнут. Тем более, в этом году что-то слабовато. Ну, не говорить. По сравнению с прошлым годом, когда карантин был. Да, золотые времена были, так сказать. Я помню. За пару месяцев 300 лямов где-то поймали. Илья, тогда же никто не контролировал. Если даже контролировали, попадали неграмотные. Он на масках, как я туда, миллионы поднял. Блемба. И что, наивеев дегемба? О-о-о-о. Ивеев, это вообще отдельная тема. Они же у меня тысячами валялись. Ой, нехорошо так говорить, конечно. Людей жалко. Ать панс. О, уходили. Ну, ать панс. Бизнес весь бизнес. Ну, кто знал? Кстати, насчет бизнеса. Слушай, мне этот Саят не нравится. Последнее время за моей спиной что-то начин мутить. Почу с ним. Дай-ка я ему позвоню. Идем. Алло, Саят, Калайсин. Все хорошо. Как у вас дела? Что там по поводу салюта, предгоре которой? Ты, говорят, разрешение хотел отозвать? Ты чё, за моей спиной начал двигаться? Илья Шумартович, вы же знаете, я ровный. Там просто слушок ходил небольшой. Там заяву люди что-то писали. Мы проверили, всё нормально, не переживайте, всё хорошо. Чё за слушок? Ну там то, что... Вы уже поняли, ну там, короче, то, что салют, там земля дрыхлая, оползни. Ну, не переживайте, мы решили, всё нормально, всё хорошо. Ты с каких пор начал о людях думать? Ты же не был таким. Ты, Саят, в воду не мути. Если я сказал, всё нормально, значит всё нормально. Не прыгай выше головы, понял? Всё принял, всё принял. Там по поводу этого, салюта. Сегодня сейчас это, Даурём привезёт спички, чтоб салют поджечь. Ну, вы меня поняли. Хорошо, потом приедь ко мне. Есть ещё кое-какие дела. Всё хорошо, принял. До свидания. Хорошего отдыха. Блин, этот... Чего? Затупит. Ну, как дела, спрашивай. Я говорю, по-моему, у меня дела очень плохо. Ну, у тебя не лучше. Чего там с оборудованием? Сколько ещё? Вот минут пять, десять и всё. Раз, раз. Слышно, да? Слышно всё. Нет. Нет. Раз, раз. А так? Так, назад. Сегодня любые встречи, которые есть, отмени. Короче, меня нет, я очень сильно занят. Хорошо? Хорошо. Всё, свободно. Саец Матвеич, у меня для вас новость. Вот. Только не обижайтесь, ладно? Чего там у тебя? Короче, я решила встречаться с Алиханом. Я его люблю. А нахрена мне эта информация? Мне вообще пофиг, что у вас там происходит. Хорошо. Женду, ну? И чё? Как ребёнка назовёте? Ну, если будет мальчик, то... Саят. А если девочка? Саята. Ты давай это, реже общайся с Даурином, ладно? Ты в него превращайся. И у меня вообще нет всё ни для кого. Понятно? Вообще нет. Хорошо. О, Азамат Хирланович, здравствуйте. Здравствуйте. А Саяты с Аматвеича нету? В смысле? А это кто? Лизет, ты чё тупишь? Ой, Саят Саматович, вы тут? Я думала, вы через окна, да, зашли? Лизет, блин, всё, иди. Кетчем нажали. Просто это так плохо. Чё это с ней? А чё с ней? Ничего с ней, она так всю жизнь тупит. Чё там, Халайсин? Нормально всё? В общем, Саят Саматович, у меня есть три новости. Две хорошие, одна плохая. С какой ночи? А нет три хороших новостей? Не бывает такая? К сожалению, нет. Ну, давай. С хороших. Во-первых, Аким не переезжает в наш район. Это был Усик. Во-вторых, президент, скорее всего, не приедет. Там обед не утвердили в городском окномате. Это кто-то, я не понял, интриги какие-то мучить, да? Или чё? Зачем? Кому это надо вообще? Мне лишний раз на нервы действовать, напрягать меня? Ну, давай, тихо-тихо. Чё там с плохой новостью? Ну, это ещё не точно. Ты задолбал, а замат. Шучу, Саят Саматович. Плохая в том, что тот дом, ну, который каким-то образом узаконили. Слушай, я думаю, чё? Зачем? Как? Мы же... Ну, как бы душно здесь, да? Ну, ты же понимаешь, как бы, давай выйдем, так, воздухом подышим здесь. Давайте. Прям кислород, как будто кто-то перекрывает меня. Вот, давай. А, Зике, может, не переживать по тому дому, всё уже решено. Саят Саматович, вот давайте начистоту. Вы там замешаны? Честно? Честно. Честно, да. Это, конечно, ваше дело, но я вам по-братски скажу, мне нужно вмешаться. Но вам это надо, вы не только себя, вы людей погубите. Азики, азики, мне это уже давно не надо. А вот другим людям надо. В смысле другим? Кому именно? Ну, например, антикору. Антикору? Ну, не надо так кричать. Ну, чё ты прям? Ты прям всё хочешь знать. Пойдём дальше, пройдёмся, мне просто дышать не могу, а? Ну, ты говоришь, антикор, можно же не кричать, спокойно. Да какой антикор, Саят Саматович? Я же не до такой степени тупой. Ну, как некоторые. Как мой помощник, например? Ну, вот, если бы антикор были бы такие тупые, как мой помощник, мне бы повезло. А тут нет. Они всё, они меня за яйца взяли, мне придётся с ними сотрудничать, азико. Мне надо этот дом в любом случае узаконить. Знаете почему? Потому что завтра они должны узнать, кто замешан и всех поставит рак. Ну, вы же тоже можете попасть. В смысле я могу попасть, я уже попал. Тут просто дело во времени или в сроки. Если скосят, скосят, не скосят, значит мне не повезло. Вот и всё. Ну, чё, серьёзно? Конечно, серьёзно. А чё мне врать тебе? Ты же не народ же. Вот если бы мы с тобой были министрами вдвоём, конечно, у нас проблем не было. У нас были бы какие-нибудь агашки, которые бы сказали, выезжайте на границу, три года посидите. Через три года мы сюда приехали. Как будто ничего не было. Новую должность получил. Но нет. Мы с тобой районные акимы. Такие, как мы, приходится сидеть. Вот и всё. Сейчас ждут туз в рукаве у вас. Ну, на самом деле у вас сложная ситуация? Сложная ситуация. У меня жопа, а зиге жопа. Сядь Саматович, давайте пока вы не сели, может, по-мороженому? Слушай, ты такой добрый. Ты прям умеешь друга поддержать, да? Не, мне сладкого нельзя. Просто сигаретики и всё. Там, наверное, только сигареты будут. Я тогда схожу за сигареты? Давай, давай. Ну, если тебе не западло. А на, тюремный текст, ты же от Таверины. Короче, мне кажется, сейчас что-нибудь за мат замучишь. Я, так сказать, нарыл. Есть так называется тюрем. Короче, ситуация такая. По Даурену спецуправление отработало, циклоп ему повесили. Он поедет к Ильясу перевозить ему деньги. Ваша задача, в момент передачи денег, максимально конкретно их сразу взять. Понятно? Возьмите с собой спецгруппу на всякий случай. Вдруг они будут оказывать сопротивление. Понятно? И самое главное, во время задержания, всё, чтобы зафиксировали, записали, сняли на видео. Самое главное, всё, что вы снимете, все эти видеоматериалы, сразу сливаете на все каналы, в паблики, в Телеграм. Нам нужна мощная информационная атака, чтобы он потом не мог отмазаться через своих агашек. Вот это вот самое главное. Понятно вам? Я и шеф. А по Саяту что, его тоже будем брать? А-а-а, не, по Саяту я потом сделаю отдельную отработку. Мне сейчас самое главное, чтобы вы сделали именно вот эту часть, про которую я говорю. Это понятно? Да. Азик, я тебе конкретно скажу, Миссиан, какой-то не криптовандер, Миссиан? Такие, как ты, должны быть в районном маке. Конкретно за меня. Вот за место меня ты должен быть в районном маке. Честно. Что все эти проблемы были у меня? Кому? И меня посадили? А при чем тут это? Я сейчас за систему говорю. Ты к нам пришел, все, у тебя начинает система налаживаться, понимаешь? Ты всех родственников убрал, вот этих всех тендерщиков. У тебя все прозрачно. Ты не даешь тендер кому надо. Ты даешь тендер тем, кто делает. Вот эти брусчатки. Возьми эти брусчатки. На каждую брусчатку есть свой интерес, понимаешь? И так везде. Акимат, министерство, Жан Ашильтун, Джо Гадан. Всем насрать. Все хотят заработать в этой стране. Понимаешь? Ты ломаешь систему. А такие, как и я, мы прогибаемся, у нас другого выбора нет. Ну, как всегда, виноваты не вы, а все, да? А слушай, ты, блядь, заебал чародки, ну, кусачики. А при чем тут это? Я про тебя конкретно говорю. Такие, как ты вот. Ты думаешь, я тебя для чего взял на работу? Потому что ты красавчик. Да насрать меня тебе, красавчик. Потому что ты правильный. Ты мне систему налаживаешь, понимаешь? Ты красавчик. Работу видишь, что у нас все офигенно у меня на районе. И кто красавчик в итоге? Ты? Да хрен там. Я. Потому что я Аким, понимаешь? И так везде. Я Аким и я красавчик. Все вот эти бонусы, все ко мне. А ты просто зам. У нас все страна такая, замы. Замы работают, а мы вот все получаем. А сажают кого? Замов, начальников управления. А хотя я, я что, я и не в пределах тем, что я уверен. Понимаешь? Вот я тебе раскрываюсь, говорю у тебя все это, да? Вот честно скажу, только не ври. Ты чей? В смысле чей? Хм. Давай без этого дурку не врубай. Конкретно от кого ты шагаешь? От народу шагаю. Заебалокин сенсеной. Ладно, не хочешь не тебе говорить. Скрытный ты человек, Азико. Ничего не говоришь. Какие-то тайны у тебя. Я ж знаю, ты по-любому под кем-то двигаться. Хм. Я девушку за два дня ломаю. С тобой сколько хожу, ты ничего не говоришь. Вроде ей двадцать лет, но за двадцать лет всю свою жизнь, говорит, все секунды. На, это еще. Да? Что? Мама? А ва... Что ты, сука, мямлишь? Нормально говори, соберись, блядь. Что посеешь, то и познешь. Так. Крутой параллакс был в конце. Это эффект, в общем. Ну нет, нет, ладно. Ничего, Азамат не сказал. В следующей серии узнается. Что-то с мамой. Что-то какая-то движуха. Так. Насчет спин-оффа. Я, наверное, все-таки ошибся. Может... Нет, мне показалось. Скорее всего. Ладно. Идем к серии. Все, да. Вот прям вообще очень-очень крутая серия. Все так уже идет к завершению. И уже понимаем то, что все, Азамату деваться некуда. И... Он пригласил этого... Я не помню даже, как его зовут. Ну, короче, парни лязать. К себе, чтобы разузнать. Блин, вот... Азамат... Со своим Дидаром, другом... Дидар, по-моему... Шли, болтали. Но так я и... Не вспомню даже я, о чем там у них разговор был. Просто не мое, я такой пыль был. Ты же это прекрасно знаешь. Ну, типа, этот... Быть на месте с Акке. Вот. Ну, и всякие интриги, ля-ля-бла-бла-бла. Вот... Парень ее... Она, ну, она же не беременна, она просто его на понт поймала. По-моему. И сейчас гнет свою линию. Сама уже врет, короче. Ну, и тоже надо признаваться то, что она не беременна. Классный разговор был вот Сакке с этим парнем. И как он все раскидывал. Вообще спокойно этот запугал Сакке. Ну, и реально, а что... Ничего бы Сакке не сделал в этой ситуации с Айцаматыч. И круто, круто то, что оказалось еще и у них и запись есть Ильяса. И все уже, ну, все как будто бы... Фиг знает, что делать тут. Я, ну, я не вижу, не знаю, не понимаю, что бы он мог сделать, потому что, ну, вот уже все у них тут. Ты сам в антикоре сидишь, они все знают. И так далее. Приплыл конкретно. Ужасный разговор этого Ильяса с этим чуваком. Как его все-таки прослушали, вот это вопрос. Непонятно. Откуда у них эта запись. Фиг знает. И что-то Ильясу не нравится, как будто бы... А, ну, не понравилось его то, что тот тормознул это согласование этих документов. Блин, нашли кого отправить к Ильясу. А, ну, почему Даурен? Ощущение, будто он затупит конкретно. Так, так, так. И разговор Азамата Ильяса. Я думал, сейчас вот он все скажет ему. И Азамат скажет, а я вот такой-то человек. И... А где он сказал? Ну, ты страшный человек, Азамат Ильянович. Не западло. А на, тюрельный текст, ты же от поверений. Мы, бах, тоже будем говорить. Ну, вы не с вами. Хоть не. А я сейчас... Где? Ну, я заняту. Ты мне систему. Понимаете? Ты, ну, все. Вот я тебя раскрываю. Говорю. Вот честно. Только не вредь. Ты чей? В смысле чей? Мммм. Давай без этого. Дубку не врубай. Конкретно. А тот шагает. И вот народу шагает. Залипал один в США. Ну ладно, не хочешь? Я говорю. Скрытный ты человек, Азиков. Ничего не говори. А-а-а. Это же этот... Наверное... Дидар, наверное, сказал. Альбомы. От кем-то двери. Ммм. Я девушку зазвонила, она. Собой с клуба хожу. Ты ничего не говори. Вроде и двадцать пять. Ну, за двадцать пять часов и две недели. Да. Наверное, это вот этот друг его сказал. Тидар. Азамат Ирланович. Ну ты страшный человек, Азамат Ирланович. Ты страшный человек, Азамат Ирланович. Работал бы ты. Как-то бы не привезли. Я же работал бы. Ага, ты работаешь. Ага, ты работаешь. В Куршпиале. Понятно похоже. Кто... Что это за организация вообще не понятно, но... Как будто бы близки к администрации. Пу-пу-пу. Короче, ничего он не сказал. Фиг знает что. И что-то, блин, с мамой случилось у Саея Сааке. Что вдруг произошло непонятно. Короче, сейчас я буду смотреть. А вы пока пишите в комментариях, как вам. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Не знаю, заблокируют, не заблокируют YouTube. К этому времени. Но если что, вы в любом случае увидите эту реакцию. Где-нибудь размещу я ее. Вот. Может в YouTube перейдю. Перейдю. Как вам. Короче. Пишите в комментариях. Спасибо всем за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Англасс. На-на-на-на-на. А-на-на-на. Па-па. 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 Смотрите продолжение в следующей серии.